Девять тысяч триста. Офигеть. Закрытые вороты, это моя проблема. Если бы вы позвонили и сказали, йоу, открывай, ну, я бы открыла. Мясо есть, все четко. Ну и кофе. Включил кнопку межгород, прилетел мне заказ жидовокзала в Сочи. Активность у меня соточка пропущенная. Сегодня мало было. Вот так вот выглядит смена. Детский межгород, эконом, комфорт. Решил сегодня покатать со сменой, потому что пятница, я думаю, будут нормальные заказы. Друзья, рад приветствовать вас в солнечном Краснодаре. Сегодня у нас пятница, а это значит будут заработки, будут кэфы. Пока что, к сожалению, я вожу только одну зеленку. Ну, что поделаешь. Нахожусь сейчас в районе Тургеневского моста. За моей спиной Буденного 2. Это Карнавал, торговый центр. Яблуновский мост идет. Ну, и, в общем, моя машина, на которой завтра буду снимать бренд полностью. Небольшая вот такая грыжа вылезла. Надо будет купить заклепки оригинальные, поставить, ну, со всех сторон. Вот с этой стороны тоже. Ребята, я купил смену на 12 часов. Решил сегодня покатать со сменой, потому что пятница, я думаю, будут нормальные заказы. Давайте вам покажу, как все это происходит. У некоторых водителей, которые с прошлого года в конце мая не набрали золота либо платина, у них Яндекс, запомните, навсегда забрал конечную точку и покупку смены. Вы мне пишите, в вашем парке смена доступна, недоступна. В нашем парке смена доступна, если она вам ранняя была доступна. То есть, если раньше могли покупать смену, значит, она вам доступна. Если нет, вы не сможете ее никак купить. Потому что Яндекс убрал эту смену у подработчиков, у новичков. Ну, и, в общем, оставил только старичкам. А старички пашут. И на аренде, и на своих тачках, у кого-то есть точка, мне с конечной точкой лучше работать. То есть, я знаю прекрасный город, и я знаю, куда мне упадет заказ. Ехать в этот район, не ехать. Вот сейчас стою в районе карнавала, сейчас покажу, что я сегодня заработал. Итак, вот сегодняшний мой результат. 8 заказов, это уже 768 рублей плюсом пошло. Потому что вот я покупал смену. Сейчас покажу вам. Тарифы стоят. Межгород и комфорт. У кого-то нет межгорода, к сожалению. Вот до конца смены осталось 8 часов. Вот так вот выглядит смена. Детский межгород, эконом, комфорт. В Краснодаре вот так вот смены работают. Активность у меня соточка пропущенных. Сегодня мало было. Вчера есть, конечно. Вот. Ну, как бы, все всегда работает. То есть, я вам показываю за всю неделю, что вообще происходило. Где-то были пропущены, где-то не было, как бы, эти сами пассажиры отменяли заказ. Вот. Ну, в лучшем случае, это, как бы, лучше, чем ты берешь все подряд. И непонятно, что ты везешь, как бы, и в какой район. То есть. Сегодня посмотрим, сколько нам удастся заработать. Честно скажу, когда покупаешь смену, не хочется работать. А когда смены нет, ты, ну, график по-другому строишь реально. А когда смена есть, ты не можешь, там, ну, реально, там, где-то пойти поспать и еще чем сделать. Потому что, да, это такси. Давайте посмотрим в Яндекс.Боте, что нам рисуют здесь. Кайф есть, нет? Да, по городу сейчас маленький кайф. Плюс 50, это не кайф. Плюс 70. Ну, плюс 70 можно, в принципе, везти. Это уже не зелень. Вы мне пишите то, что кайф, это когда плюс 300, плюс 400. Ребят, в Краснодаре нет такого кайфа, запомните. Есть сильные пробки и есть кайф плюс 50, плюс 100. Ну, плюс 200, когда 10 баллов. И все, запомните, это не Питер, не Москва, это совсем другое. Зато у нас температура офигенная, работать в кайф. Вот, 11 градусов сегодня у нас. Поехали работать. Сегодня решил полный ролик не снимать, потому что в прошлом видео у меня ролики были там 22 минуты, 32 минуты. Такие ролики я больше не буду снимать. Буду снимать именно до 15 минут. Потому что, ну, 32 минуты реально там мало смотрела. А труда, труда моего монтажа я много вложил и потерял этого времени. Так что, ребятки, не забываем подписываться, ставим жирный лайк, колокольчик, как всегда. Пишем комментарий. Вышел на линию. Подача 3,9. Долгая поездка. Пропустим. Заказ отменен. Надо что-нибудь поближе и без долгих поездок. То же самое. Заказ отменен. Ребят, хотел еще вот что сказать. Вчера стоял на ЖД вокзале. Не знаю, включил кнопку межгород. Прилетел мне заказ ЖД вокзала в Сочи. В аэропорт везти. Ну и, в общем, я не поехал, потому что я не люблю эти серпантины. Сумма поездки примерно была 10. Я думал, это розжиг. Ну, вы знаете, что такое розжиг. Не буду вам подробно объяснять. На самом деле, нет. Заказ был по безналу. Ребята, пробка по городу 7 баллов. Я думаю, сегодня до 9 дойдем. Сейчас вам покажу свой заработок. Так, 7 баллов, видите, да? Коэффициент есть по городу бешеный. Сейчас вот типа вез Северное и Тургенево на Мачуге-2. 630 рублей. Вот что ты творишь, а? Полян, да эти курицы бесят за рулем. Реально, это просто, это жесть. Подрезают, что хотят, то делают. Вообще, жесть. Вот мой сегодня заработок. Это уже Чистоган. В конце Ребят, в конце ролика подведу итог. Так что сейчас заезжаем, покушаем. Здесь на гидрострою есть хорошая кондитерская. Ну, типа того, там, пирожки, пирожки, короче. Такой, знаете, перекус по-быстрому сделать. Ну, и в общем, все, короче. Пойдем дальше работать, потому что смена у меня и идет, а я здесь прохлаждаюсь. 4 часа 46 минут. Поэтому что? Правильно, надо перекусить. Где-то у меня уже реально в животе просто ураган. Сильная лужа, да? Я просто в шоке, короче, реально, от таких луж. Здесь только ждать кайф и все. Это лужи дичайшие просто. Вообще по 300 рублей, когда пробка у тебя 8 баллов. Да сейчас 10 будет, ебута. Ребятки, взял себе вот такой чебуречек. Сейчас похаваем и будем мужчина работать. Мясо есть, все четко. Ну и кофе. Друзья, взял себе чебурек. Вот. Половину уже съел. Как и он. Короче, стою на гидрострою. Здесь Через дорогу свежая выпечка, короче, есть. Лавашик. Лавашик называется. Вот. В принципе, зачетная. Выпечка здесь. Поэтому работать. Пока я кушал, посмотрите, что происходит в городе. У меня шок. Пробка. 8 баллов. Сейчас кайф выключу, покажу. Я не знаю, куда поехать. Наверное, буду мой район катать. Потому что лужа. Сейчас вот здесь вот кружочек. Выберу вот такой вот и буду катать. Ну вот такой вот кайф по городу сейчас. Время у нас 17.41. Вот на гидрострое стою по комфорту. До конца смена 4 часа 15 минут. Результат пока не очень. Надеюсь, что нормально будет. Уж сразу мне не сказали. А что говорить? Ну, если ворота открыты, адрес указан. Нет. Нужно встать в другой порт? Нет. В комментариях просто напишите. То, что нужно будет. А что писать? В смысле? Я понимаю, проблема была бы в закрытых воротах. Но они открыты. Зачем нужно ехать по... Я первый раз здесь на адресе. Я не знаю. Так и что? Открыты, они не закрыты. Я подъехал, смотрю. Если бы они были закрыты, я бы поняла, что вы здесь стоите. Закрыты ворот, это моя проблема. Если бы вы позвонили и сказали, открывай, ну, я бы открыла. Но я их и так открыла. Ну, я подъезжал, по-моему, они закрыты были, да? Я вам два раза их открывала. Просто я как бы увидел, что негде здесь стать. Ну, вы позвоните клиенту, скажите, что так и так, ворота закрыты. Я поехала в другую порт. Вы же в комментариях можете ж написать? А вы позвонить не можете? Нет, я говорю, но вы в комментариях написали. А вы написали ворота, да? Да? Ну, у меня был вначале. У меня не было в комментариях. Просто, ну, бывает реально. Бывает вообще к этим воротам подъезжаешь. Потому что локация неправильная. Часть дня уже все стоит. Бачится. Сокращенный рабочий день. Господи. Четыре дня выходных. Серьезно? Серьезно. Какого пресса чего? А, да. Отстречу с другой. Ну, и очень много машин сразу. Так, что-то тут, по-моему, красный уже, да? Забираться все. Да, да, да. И что делать? Можете выходить пока. Пробка. До свидания. До свидания. Девчонка. С таким скандалом. С таким скандалом. Непонятно. Непонятно. Вот так вот. Это тариф комфорт был. Пробка 8 баллов. Поставил мой район. Не знаю, спасет это или не спасет. Сейчас ждем заказ. Ребят, что сказать. Результат мне сегодня вообще не радует реально. Потому что у нас сильные пробки были. И не получилось нормально поработать. Не знаю. Вот сейчас у меня смена закончится. Сейчас скажу через сколько. Смена у меня закончится через полтора часа. Сейчас у нас время 20-27. Вот. Сделал я 3,584. Вообще дичь. Просто. Вот в понедельник нормально здесь было. Не знаю. Может что-нибудь получится сегодня. По безналу 3 тысячи. Наличными 1,500. Расходы. Это покупка смены 985 рублей. Что-то пятница вообще слабовато. Давайте подведем итог за февраль. Сколько у меня получилось. С графиком 5-2. То есть 5 дней работаем. Суббота, воскресенье отдыхаем. Вот февраль получился у меня. 81. 334 заказа сделано. А грязью получилось вот так вот. 20 тысяч рублей. Охренеть. Это февраль и январь 2019. Ну в общем. По сегодняшним пропускам. Что у нас здесь активность. Ну как бы вот здесь 16 минут. Это уже дальние подачи были. Так что это я вот честно говорю. 13 минут тоже дальние подачи. Вот это ближайшие были пропущены. 4 минуты это тоже ближайшие ближайшие. Видите, везде по нулям все стоит. То есть сегодня прям нормально. Активность у меня соточка. Рейтинг 4,94. Какие-то пассажиры нехорошие поставили мне плохую оценку. Уровень золота. Вот. Сегодня вот мои тарифы. Комфорт и межгород. Может куда им сейчас межгород въеду не знаю. Под конец смены Яндекс. Может отправят куда им ссылку. Вот так вот. Акф вот. Айвазовского. Формула на 160. Друзья, купленная смена закончилась. Все, у нас 10 часов вечера. Так. Ну, что у нас получается. 4,07. 18 кадров. Пробег не знаю. Будет в конце ролика. Смотрите, что мне Яндекс дал. Ну, не только мне одному. И другим водителям. Цель с 4 марта. Вот такая вот. В субботу делаем. 9,300. Представляете? 9,300. Офигеть. Это нужно 140 заказов катануть. До 11 марта. С 4 по 11. Это, в принципе, можно катануть. Эконом. Прикол, да? Сейчас еще поработаю пару часиков. И домой. На выходной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...